Мы всегда были на одном аэродроме, потому что вначале была четвертая эскадрилья, французская. А уже на базе этой эскадрильи, а эскадрилья была в нашем полку, был создан полтормагене. После того, как эту эскадрилью вывели. А затем на каких машинах летал 18-й полк, на таких же машинах летали французы. И мы все время были на одном аэродроме. Да, да. Вот расскажите самому. И на одних машинах летали, я в третьих. А вы же на фронт попали не с начала войны, насколько я знаю. Я попал на фронт в августе 44-го года. Был призван в сентябре 43-го. Кончил институтную школу, год проучился. И в августе 44-го года получил назначение 18-й гвардейский истребитель авиационный полк. А есть где-то фотографии у вас молодого? Фотографии молодого? Да, вот тогдашнего. А вон там у меня полный альбом. А покажите. Мне когда-то альбом подарили женщины из пациентной школы. Вот сделали альбом, видите ли? Ага. Можете посмотреть. А вот это... Летчик француз Десейн. А это механик Белозуб. Обычно, когда перелетали с аэродрома на аэродром, то механики иногда... Вот здесь имелось место, вот в этом месте. Залазил туда и перелетал с аэродрома на аэродром вместе с летчиком. И вот однажды они перелетали... Летчик Десейн, вот это... Перелетали с аэродрома на аэродром механик Белозуб. И у летчика из мотора, ну и из-под кабины, и начал это... Здесь радиатор прорвало. И его ослепило. И он не бросил, он мог выброситься с парашютом. Но он не выбросился с парашютом. И погиб вместе с Белозубом. При посадке. Потому что был ослеплен. А вот это мой альбом. Который мне сделали подшипная школа. А садитесь, как вам удобно. А то вы... Что это? Сделала подшипная школа. 22-я здесь. Мы там музей организовали. Нашего полка. И французов тоже там. Вот. И они мне сделали прекрасный альбом. Вот я здесь молодой. Сейчас я вам покажу. Это моя семья. Отец, мама, младший брат и мне 13 лет. Это из Польши отец приехал в отпуск. Из фотографира. Вот это я в школе в седьмом классе. Вот. Ну, здесь все гражданское. Это, по-моему, Татьяна. Девушка или нет? Девушка. Татьяна. Это первая моя любовь была. Вот это мой друг. Володя Щеголев. Тоже интересная судьба у человека. Его мать была, говорится, профессиональной революционеркой. Отец в свое время был, три ромба носил. Это ком-кор, да. Но во время репрессий отец был арестован и расстрелян. Володя Щеголева. Володя Щеголев. Это мой друг. Старина. Его фамилия Старина. В саде Михаил. Вот это вот спортивная команда по пылевой стрельбе. Я увлекался ею пылевой стрельбой. Пылевой. Я кандидат в мастера спорта. Вам показывали? Пойдемте, я вам покажу. Сейчас спорт. Вот это вот. Мои вот. Кандидат в мастера спорта. Я увлекался с... Очень пылевой стрельбой. Это еще с армии? А? Это еще в армии. И после армии? Так, когда вы... Вы там-то фотографировались на фронте? А? На фронте-то фотографировались? Вот вы пришли в пол. На фронте, по сути дела, такого... Была деда одна фотография, но не помню даже сейчас. Дальше здесь... Была маленькая где-то фронтовая фотография, не вижу ее. Это уже после все, да? Это же, да. Вот. Это было в армейской газете. Первого зубстармия. От снимок. Это вот когда вы... Вот. Видите? А что написано? Так. Отличник боевой. И политической подготовки. Ага. Это какой год-то? Это был... 47-й, да. А, ну это уже после... После фронта. Уже после войны. Да-да-да. 47-й год, по-моему. Вот это можно считать военной тоже. Вот это. Ну, это позже, по-моему, уже, да? Это позже. Позже, конечно, взрослая же. Во! Вот она, военная. Я знаю, что здесь это есть. О, видите? Мальчик какой. 17 лет не было. Так что есть, да? Как я говорил, оденешь шапку, и глаз не видно. Так и толстые мы были. И могли одевать им на стерку, не расстегивая пуговицы. Давайте я еще посмотрю. Сниму. Прекрасно. Ох, как она отсвечивает. Немножечко вот так. Да. Да. Вот. Видите, какой пацан. Ужас. А вот это вот. Это я учился в Ленинградском дважды разговаривании Фридерга Энниса политическом училище. Это перед увольнением стремившись в каптёрку за мудированием переодеться. О! Это шуточная фотография. Видите? Значит, я поступил в политическое училище в Ленинградское. В 49-м году. Два года проучились там. И училище расформировали. И после этого направили нас доучиваться. Кто-то с каких войск пришёл. Но я пришёл с авиации и поехал учиться в Харьковское авиационное училище связи. Вот это вот как раз в Харьковское авиационное училище связи. Вот я, как командир взвода был назначен. У нас не было офицеров. Один командир роты был только. А все курсанты были с политических училищ присланы. Ну, это понятно. Вот это моя соученица. Когда-то мы учились вместе в школе. Вот это сборная команда по стрельбе. Турцкого политического института. Я же был там на военной капитре. В своё время преподавал. 14 лет преподавал там. Вот это офицеры военной капитры. А вот это вот смотрите. Здесь с Калашникова, кстати. А вот. Видите? Ну, здесь моё удостоверение. Что я был директором предприятия в 40 в 70 восьмом году, в 77 году приезжает сюда бывший командующий ракетными войсками и артиллерией Московского военного округа Макарычев, генерал-лейтенант. Я могу показать фотографию. его. Там она мне. И говорит. Ну, он меня знал. Говорит это самое. Я бы с детечкой занимался. Это самое. Он приехал, стал в Москве работать. Когда демилизовали его, его в радиопром и министр был его друг. И назначили директором предприятия спецовым комплексом. Это предприятие, которое занималось внедрением вычислительных тех в войсках. Он сюда приехал в 77 году ко мне. Говорит, «Борис Мир, давай-ка организую здесь производственную лабораторию, а потом предприятие. Короче говоря, в 77 году я, будучи еще в армии, организовал эту лабораторию повышенной техники. А он мне позволил помог уволиться. А я хотел уволиться, потому что сына оставляли в институте. Он круглый отличник, получал премию Дегтярева. А с выступлений сказал, подебраться не должно быть в институте. Ну и я хотел уволиться оттуда. Он мне помог уволиться, и я здесь начал формировать предприятие повышенной техники. Уже в 77 году сначала производственную лабораторию сделал, потом сделал региональный центр, а потом сделал с 87 года производственное предприятие «Конус». У меня было около 300 человек. И я со своими людьми внедрял вычисленную технику в войсках. Вся вычисленная техника в 80-х годах в Тульской области была нами установлена и обслуживалась. «Слушайте, это вы важные люди были, да». я 27 лет был директором предприятия и устанавливал эти и вычисленную технику внедрял в войсках, вплоть до Чукотки мои люди работали. «Про французов все-таки вернемся к войне». «Сейчас вернемся». «Да». «Значит, я рассказывал, что я приехал когда на фронт в 44-м году в августе. Смотрю, стоят самолеты с трехцветными коками расцвечены, цвета французского флага. Я у ребят спрашиваю, что это, чьи это самолеты. А это французский полк Тарманди Неман. Вот так я познакомился с французским полком. Дело в том, что они летали на тех же машинах, что и мы. Они все время были с нами связаны. Они все время были с нами на одном аэродроме. Мы взаимно помогали друг другу в обслуживании их техники. И до самого Эльбинга, это последний город, где мы вместе закончили войну, мы всегда были на одном аэродроме, рядом наши машины стояли. И мы помогали друг другу механике в обслуживании машин. Они от нас уехали, по-моему, 14 или 15 июля, или июня 45-го года из Эльбинга. Это сейчас Польша. Вместе с ними полетели наши механики, которые обслуживали их машины. Они полетели впереди, а механики на Ли-2 за ними. Ну, я рассказывал уже, что по дороге они на одном из городов садились в Германии, а там стоял полк, английский полк спецфайлерах. Они устроили показатели воздушный бой. Со стороны французов летчиком выступил Марки, прекрасный воздушный ас. Ну, и, как говорят в авиации, он надрал этому англичанину хвоста. Потом они, Марки, кстати, впоследствии стал ягодцем знал, лётчиком испытателем на каком-то заводе и при испытании одной из машин разбился, погиб. Ну, а тогда, когда отправили, они полетели во Францию, они около двух месяцев летали с французами по всей Франции, наши механики. Встречали их прекрасно. Ничего, два месяца они летали и встречали, что они после этого должны были отдыхать два месяца. Вот, так с самого начала, ну, вот самолёты стоят, вот они, значит, вам говорят, вот французы, а как вы с ними, вот, ну, вы же познакомились как-то? Ну, знакомиться как, во-первых, мы питались в одной столовой. Наши знакомства уже свободны. Кроме того, у них был, мы его назвали Граб-далепап, а в самом деле он оказался в иконце потом. Это меньше звания, Граб. Короче говоря, у него была невеста в Америке, как нам говорили. А эта невеста и французы присылали почти каждую неделю Дуглас подарков. Одна столовая. И вы представляете, что в этой столовой этот Дуглас подарков надо было употребить. Вот так мы встречались, так мы общались. Люди они были очень простые. Вот даже я помню такой случай, это был Фридланд, Восточная Пруссия. Они где-то лошадь добыли с повозкой. И вот занимались этой лошадью, повозкой, ездили на охоту на ней во Фридланде, это Восточная Пруссия. А в основном они проводили время так же, как и мы. Где располагались обычно на фронте полки? Что такое летный полк? Это 220 человек. У нас же не было обслуживающего персонала. У нас были механики и летчики. А наземное все обслуживание осуществляли батальонное аэродромное обслуживание. Они к нам не относились. То есть мы перелетали налегке всегда. Самолеты и люди все на другой аэродром. Я механиком был по радио. Моя задача была настроить радиостанцию на самолетах. на нужную волну и все. А с какого места вы начали? С какого где вы когда вас направили в этот 18 полк где вы их догнали? В каком месте? Я в этом присоединился к 18 полку в Альтусе в Литве и после это началось наступление на Восточную Пруссию и я принимал уже участие непосредственно в боях. То есть обслуживал самолеты которые участвовали в боях. Моя задача была чтобы настроить радиостанции чтобы хорошая была связь между самолетами между летчиками. У меня были случаи когда выруливают на старте и машет ничего не слышал. Я бегу скакиваю на плоскость смотрю тумблер не включен. Я говорю смотри сюда. Это и у французов и у наших? Это что у наших французов потому что я был на старте тоже. Мы не разбирали чей самолет уже. Что наш увидел значит помогай. О чем здесь разговор? Потому что и жили вместе и обедали в одной столовой вместе и проводили свободное время вместе. Все вместе. А с кем-то дружили больше? Ну с кем-то вот вы прям дружили? У вас были друзья на фронте? Дружбы у меня не было потому что я был в 18-м полку а это был французский полк. Ну и плюс они старше все? А это в столовой все время были вместе. Но они старше вас я же говорил что они все старше нас были. Они были года и 14-го и 16-го потому что ну и летчики они были как вам сказать которые в свое время служили в колониальных войсках в Африке в Северной Африке дальше в Индии и тому подобное и они через Иран перебирались с нам на территории и через посольство пробивали вот это гораздо решение организовать подразделение французских летчиков. ну сначала была организованная эскадрилья а затем на базе нее уже полк из эскадрильи почти все погибли в связи с этой а у меня все все учения эти книги по Франции имеются которые я собирал и даже есть книга где рассказывается о принятии решения организации этого полка ну что можно о них сказать можно только одно это были люди которые были преданы своей родине которые не могли остаться безучастными к тому что делалось во Франции и которые хотели драться за свою родину вот фотография вот она да вот вот фотография смотри это генерал Захаров командир дивизии нашей это Кулипов нет это ты сам это я да да это я это Пуят генерал Пуят первый командир полка нормандия немец и это Кулипов вот здесь вот посмотрите у вас Захаров то есть нет прошу прощения это Голубов командир полка нашего он потом генералом стал это в ресторане Россия вот это Абрамишвили командир звена нашего полка а вот это полковник Гаврильян главный инженер полка нормандия нема вот он это при стране Россия который сейчас снесли А вот здесь вот смотрите вот вот это Захаров командир дивизии нашей бывшей это я Пуят генерал и Кульпов с Кульповым вы уже после войны познакомились он пришел Кульпов к вам пришел когда в 47 году после войны он пришел мы в это время были в Кобрине западной Белоруссии уже из Германии выведены все так что он потом пришел ну сначала во первых победу победу то вы встречали где в Эльбинге и вот про День Победы все равно всегда всех спрашиваю про День Победы расскажите и про французов и про себя День Победы мы встречали в Эльбинге но вначале мы узнали о победе от французов 8 числа уже они им сообщили о том что подписан акт о капитуляции 8 числа и вот они нам сообщили ну и представляете это было как говорится торжество которое ждали 4 года о чем здесь говорить долго мы встречали День Победы мы долго правда а потом значит из Эльбинга французы мы их проводили оттуда я говорил уже что полетели они на Ягд третьих во Францию как Сталин сказал воины должны возвращаться домой с оружием которого они воевали вот каждому по распоряжению Сталина был подарен самолет Ягд третий 40 штук было подарено самолеты которые имели выработали меньший моторесурс из нашего полка и их полка собрали и передали им и они полетели с нашими механиками во Францию летали во Франции два месяца по всей Франции встречали их конечно прекрасно значит мы полком встречались очень часто почти каждый год полком своим а потом начали и французы приезжать действующие офицеры французского полка у меня где-то фотографии здесь есть фотографии где мы полком встречаемся вот смотрите вот это в Витебске вот это это в Москве мы были встречались вот смотрите пол сфотографирован перед рестораном России России уже нет вот это на одной встреч полка нашего 18 здесь с семьями уже вот здесь в хотенках встречались вот здесь это все после войны а кто из французов приезжал приезжали те кого вы знали нет приезжали уже французы кого мы знали никого живых нет ну сейчас тогда а тогда тогда приезжали в основном приезжали эти из полка действующего военные командир из Кадрии допустим действующего полка Нормандия Неба наши летали во Францию вот у меня сын летал во Францию в Париже встреча была тоже но все это уже встречались с кем с предками с детьми и детям за 70 лет живых никого из них нет конечно во Франции я и сейчас иногда переговорюсь по телефону с их председателем Рене ассоциации полка Нормандия Неба а как вы с ним переговариваетесь он же по французски по телефону у меня телефон есть и у него телефон а на каком языке разговариваете на каком языке разговариваете на русском он прекрасно по-русски разговаривает он очень долго работал в Москве и у него жена русская кстати разварить вот у меня сын уже дважды в Париже был на встречах в Ле-Бурже на аэродроме на выставке были там но я не летал мне врач сказал хватит налетался в свое время я тяжелый значит попробуйте возьмите в руки да как же это носить-то вот его как вы это носите я не разу редко очень очень редко